Актуальное интервью 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 Они уже приходят с какими-то для себя готовыми идеями Или это просто есть такие желающие Которые вот хотят Но пока не знают, чего они, как говорится, хотят Вообще программа «Ты предприниматель» Предполагает три разных уровня То есть первый уровень Это люди, которые даже не имеют идеи А просто хотят сменить сферу деятельности И хотят не зависеть от своего работодателя Хотят быть себе режиссером Поэтому для них запускается такая образовательная программа Как «Генерация бизнес-идей» Она очень интересная, короткая, мобильная И по окончании обучения У молодого человека уже четкое есть представление Каким бизнесом он хочет заниматься Есть также программы Я принесла их с собой, чтобы вы посмотрели Есть программа «Начни свой бизнес» То есть это для тех людей, которые еще не начали свой бизнес Но идею уже имеют Также есть программа для действующих предпринимателей Которые, видите, она значительно толще Которые уже ищут способы развить имеющийся бизнес И вообще надо сказать, что молодые люди сейчас Они очень отличаются от тех, которые еще 10 назад приходили к нам учиться Потому что сейчас никто не ограничивается одним проектом То есть запускается 2, 3, 4 проекта параллельно Но они как-то все связаны между собой параллельно? Либо это могут быть абсолютно разные? Абсолютно разные проекты могут быть То есть молодые люди должны уметь быстро адаптироваться к изменениям Которые происходят в экономике, в сфере жизни и так далее И вот мы учим этой мобильности Люди, которые прошли обучение Каждый десятый уже открыл свое дело То есть по итогам 2017 года Это очень хороший показатель Он даже выше, чем российский То есть сейчас мы подводим итоги 20 числа предоставим полную статистику Федеральные органы Но уже сейчас каждый десятый открыл свое дело Ну вот помимо того, что сейчас мы уже упомянули Что вообще входит в программу обучения И вот какие практические навыки получают молодые предприниматели? Ну все зависит Во-первых, индивидуальный подход Все зависит от того, каковы результаты этого тестирования То есть очень слабые, узкие места у каждого человека определены И потом он доводится до определенного минимума Необходимого для того, чтобы уже самому запустить проект И сопровождать его Ну и, кстати, вот в этом же социсследовании Была очень такая серьезная цифра Что более 50% тех, кто решил открыть свое дело Открывают его не по той сфере деятельности В которой получили высшее образование То есть люди начинают просто с белого листа С нуля И поэтому здесь, опять же, наш министерство Инвестиционного развития и предпринимательства Пытается быстро реагировать на вот это обстоятельство Мы запустили с прошлого года профессиональную переподготовку Для молодых людей, предпринимателей По крайней мере, сейчас уже у нас есть выпускники Первые ласточки в сфере общепита Очень популярно сейчас это у нас в Якутии В сфере управления малым предприятием Это практически нужно каждому И в сфере оказания бытовых услуг То есть люди, которые просто имеют экономическое образование Либо, простите, физкультурное, филологическое Вот хотят открыть кафе Хотят оказывать услуги там по пошиву Как это делать, пока непонятно Поэтому профессиональная переподготовка в бизнес-школе запущена Милости просим всех, кого это интересует Вот лично по вашему мнению В системе образования что-то необходимо менять Вот в связи с тем, что вы как раз таки упомянули Что учился на одну профессию А хочешь открыть, собственно, дело абсолютно в другое Да, вы знаете, стоит менять Мы об этом говорим уже несколько лет И начали мы как раз с раннего обучения предпринимательства Не случайно сегодня с собой взяла учебник Который с 2012 года есть в школах нашей республики Он разработан местными авторами Скажу вам больше Преподавателями бизнес-школы Вы являетесь одним из авторов? Да, я являюсь одним из авторов Очень горжусь этим, кстати Вот 7500 таких экземпляров уже находятся в школах И ведется предмет основы предпринимательской деятельности То есть, если директор школы заинтересован в том Чтобы его дети не рождали мертворожденные проекты А реалистичные, которые можно воплотить в жизнь Он вводит этот предмет Это все зависит от администрации школы То есть, пока это не обязательный предмет Это не обязательный предмет, конечно Это может быть факультатив, это может быть элективный курс И сейчас мы очень хорошо продвинулись системой профобразования То есть, если такой подобный предмет ведется В средних учебных специальных заведениях У нас будет очень хороший результат По численности субъектов малого и среднего предпринимательства в республике То есть, детей нужно учить не только парикмахерскому искусству Но и тому, как открыть дело в этой сфере Тогда это будет идеальный вариант Как раз таки, в каких сферах наши молодые предприниматели Предпочитают открывать свои деньги? Очень популярна IT, конечно, отрасль Очень популярна, традиционно популярна торговля Но, вы не поверите, уровень снижается То есть, сейчас уже можно сказать, что мы перелистнули страницу «Купи-продай» То, что было лет 10-15 назад То есть, быстрые деньги далеко не всех интересуют Интересует интересный бизнес То есть, действительно, твой выношенный проект Очень активна сфера услуг И вот кафе, я уже сказала, да, очень популярно Сейчас разнообразие кухонь Всевозможных людей учатся Ну и кроме этого, в бизнес-школе есть проект Это практика ориентированное обучение То есть, когда у молодых людей есть возможность Приобрести еще и профессиональные навыки Не только ведение бизнеса Но и приготовление пищи и так далее То есть, такие проекты тоже есть Они просто на расхват, как горячие пирожки продаются Хотелось бы, конечно, Наталья Альбертовна Спросите про сельскую молодежь У них есть возможность принимать тоже участие в федеральном проекте И насколько их проект отличается от ребят, которые проживают в городе? Да, вы знаете, разницы практически никакой нет Просто меня очень радует то, что активность сельской молодежи Она сейчас очень сильно возросла Вот по итогам 2017 года, я хочу сказать, что мы в рамках Синергии Севера Проводили отборочный этап всероссийского конкурса «Молодой предприниматель» То есть, он был в России в конце года И вот отборочный этап был летом Большинство было из села И причем, вы не поверите Мы отобрали четырех финалистов Привезли их в Москву на всероссийский конкурс Было всего 12 номинаций Из 12 номинаций республика Саха-Якутия взяла две Количество регионов, вы понимаете, сколько в России? То есть, это был триумф Были очень лестные отзывы И вы не поверите, победителями стали именно сельские молодые люди Один из Сунтарского Улуса Который несколько лет уже успешно реализует проект Кинотеатр в сельской местности Павлов Денис И второй проект, он взял, кстати, номинацию «Работодатель года» То есть, численность работников у него очень большая Второй проект тоже сельский Это Троев Гаврил, Усть-Алданский район, хлебопеченье И он взял номинацию единственную вообще Это бизнес в особо трудных условиях Поэтому сельская молодежь нисколько не обделена вниманием этого проекта Но отличительная особенность 2017-го от 2018-го года Будет заключаться в том, что, во-первых, количество людей будет увеличено То есть, уже мы сегодня говорим о двух с половиной тысячах То есть, федеральные органы очень высоко оценили уровень реализации проекта У нас именно в республике в этом году И поэтому количество людей увеличилось Ну и второй момент Мы будем выезжать в Улусы Вот первый десант, который запланирован уже весной этого года Это Кобяйский район Я объясню, почему Не только потому, что я сама из Кобяйского района А потому, что глава Улуса Проявляет очень высокую заинтересованность в развитии предпринимательства Поэтому они готовы содействие оказывать Они готовы собрать тот пул молодых людей Которые находятся в низком старте И готовы запуститься с бизнесом Поэтому мы выезжаем Мы будем обучать это все абсолютно бесплатно Поэтому, обращаясь сейчас Ко всем главам муниципальных образований Если у вас есть такая необходимость Тоже пишите, звоните Оставляйте заявки Рассмотрим и обязательно удовлетворим все ваши запросы Ну, как раз мы поговорили об изменениях проекта Еще какие-то изменения намечаются Помимо упомянутых Помимо того, что будете сейчас выезжать И количество участников увеличится на 500 Идеология, в общем-то, осталась прежней Единственное, что я хочу сказать Надо не упустить свой момент Потому что регламентация сроков проекта Она очень четко определена Поэтому, если вы не успели протестироваться В нужный период времени Вы просто опоздали в этом году А возраст людей до 30 Вот здесь нюанс есть В России считается молодым человеком Тот, кто достиг 30-летнего возраста Дальше уже совсем не молодой У нас в республике до 35 Поэтому молодость проходит очень быстро И многие люди в этом году не сумели Воспользоваться всеми ресурсами этой программы Только потому, что ему исполнился 37 Куда нужно обращаться все-таки Бизнес-школу Бизнес-школа Проспект Ленина 1 Мы открыты Можно зайти на сайт Можно посмотреть Вся информация есть И буквально через месяц Уже стартует информационная программа То есть мы будем рассказывать Мы будем показывать результаты этого года То есть любой желающий Может в эту программу войти Большое спасибо, Наталья Альбертовна За то, что приняли участие в нашей беседе Разговор был действительно интересным Дорогие телезрители Я напоминаю Вы смотрели актуальное интервью Сегодня гость нашей студии Был генеральный директор Бизнес-школы Наталья Харенко Оставайтесь на нашем канале Будьте в курсе всех событий Кстати, эту беседу Вы всегда можете найти на нашем сайте www.nvk.defeasonline.ru Удачного вам дня Не переключайтесь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому